63% средних кыргызстанцев, когда они становятся жертвами преступления, они в милицию не обращаются. Порядка 60% из тех, кто обратился, они остались неудовлетворены тем, как милиция проследовала их землю. Конечно, судя под таким цифром, можно сказать, что, конечно, милиция не справляется со своей работой. Работают наполовину. То есть, когда зарплата выплачивается стопроцентная, а делают они работу только на 50%. Мы все думаем, что милиция – это хорошо, милиция – это тот орган, который должен нас защитить, но с другой стороны, мы думаем, мы сразу понимаем, что она не защитит, что это будет бюрократия какая-то и, соответственно, лучше полагаться на себя. Конечно, когда человек, даже когда обратился в милицию и потом не возвращая свое имущество, он навсегда остается недовольным. Недовольным работой милиции, недовольным вообще ситуацией в стране. Наше исследование, наша главная цель, почему мы его запустили – это показать милиции, органам власти, самому обществу, что интересы жертв преступлений, они должны быть в первую очередь. Когда мы задали вопрос, сталкивались ли вы со случаями краж со взломом, и ответили 7,6% ответили, что они сталкивались. Мы когда спросили, а вы заявляли в милицию, и из этих тех, которые сказали, да, сталкивался, из них 53% сказали, что нет, не заявляли в милицию, то есть больше половины. В данный момент сотрудники милиции. Опираясь только на 50% тех жителей, которые обратились, и они нам дают статистику, что у нас в Кыргызстане раскрываемость 90%, 95%. Значит, еще столько же преступлений, они как латентные, скрытые, то есть о них не знает ни милиция, ни статические какие-то органы, о них знает только население. Больше 9% домохозяйств, то есть тех людей, тех семей, которые имеют домашний скот, они подвергались за последние пять лет случаям скотократства. При этом все-таки большинство из них в милицию обращаются, то есть если в среднем по большинству преступлений люди в милицию чаще всего не идут, то по скотократству 42% только не обращаются в милицию, и тут, значит, есть все-таки понимание жителей, там, фермеров, что все-таки в милицию надо обращаться. В подавляющем большинстве случаев они не удовлетворены тем, как милиция сработала, то есть они не удовлетворены тем, как милиция расследовала это преступление. И это, конечно, тоже такой важный сигнал для милиции, для участковых, для низовых особенно подразделений на местах сельской местности, чтобы они усилили направление в этом направлении работу. И тут, как раз это один из тех примеров, когда роль местного самоуправления, роль само и община, роль фермеров в этой проблеме, в решении этой проблемы, она очень большая, потому что если фермеры сами самоорганизуются для того, чтобы их скот не воровали, то тогда будет меньше таких случаев. Были несколько вопросов в плане того, что знаете ли вы, да, о уносили в семье, да, у соседа, да, или вы, лежащего там, у родственника и так далее, и знаете ли вы уносили в отношении ребенка. Очень много было ответов, что да, знаем, но при этом реагирования никакого не было. То есть фактически это говорит о том, что общество знает, да, о проблемах и так далее, но обратно, может быть, с учетом менталитета, может быть, с учетом каких-то своих собственных убеждений, не обращают на это внимание и никак не реагируют. А если с этим ребенком что-то случится, не будешь ли ты чувствовать себя виноватым, да, когда-либо, да, то есть вот задавая себе вопрос, я знала об этом, но ничего не сделала. Примерно вот надо, на мой взгляд, надо вот общество вот как-то переходить на этот уже, на более другой вопрос, потому что вопрос о безопасности, это не только вопросы, относящиеся к государству, да, это вопрос о безопасности касается всего общества, это интерес самого человека. Я беременна была уже, 6 месяцев было. Живот у меня нормальный, видный был. Он пинал прям вот так, ни с того, ни с чего. Я испугалась прям, плакала всю ночь. Вот тогда я милицию пошла, я там объясняла им, написала. И они позвали его, он приехал, и я вышла из милиции, ушла. И он там осталась. И потом я ушла-ошла, повернулась, он за мной идет. Обратно мне догонять, пойдем договоримся. Я говорю, нет, не хочу мне будет жить. Но все равно он меня не пускал, не пускал, но решила жить. Я уже около 10 лет с ним жила, уже я не могу уже дальше идти. Я уже даже психически страдаю в данный момент. Факт того, что по преступлению не обратились в милицию, да, это может, вызывает очень много вопросов. Ну и, конечно, там были дополнительные вопросы, почему вы не обращались, да, и так далее. Ну и вот обратно те вопросы, которые я уже проговаривала, они вот возникли, что не доверяю, да, нет смысла, не вижу в этом смысла и так далее. Каждый пятый кыргызстанец за последние пять лет сталкивался с вымогательством, именно вымогательством взятки. Из всех, кто подвергался вымогательству, 95,4% не обращались в правоохранительные органы. Субтитры подогнал «Симон» Одна из больших проблем милиции – это палочная система оценки, которая приводит к тому, что иногда сотрудник милиции заявления старается не брать от гражданина под разными предлогами. Иногда он просто говорит, что у твоего заявления, у твоего дела нет перспективы или просто, если что, мы поможем позвонить тебе, не оставлять заявление. Это неблагоразумно со стороны гражданина, со стороны нас заявление писать. Милиция обязана принять в мигуру наши заявления. Бояться здесь не стоит. А если есть случаи, когда милиция не принимает заявление, есть много инструментов – прокуратура, правозащитники, общественно-профилактические центры, которые существуют во многих населенных пунктах. Как добиться справедливости и как милицию заставить заявление принять это? Были вопросы относительно безопасности, обеспечения безопасности своего дома, своего жилья. Фактически все респонденты ответили, что у них ни сигнализации, ни какой-то там кнопки и так далее, ни решеток, ни этих разных замков нет. То есть, может быть, это тоже сигнал тому, что народ тоже должен о себе позаботиться, тем более, о безопасности своего жилья. И как-то вот рассмотреть вот эти вопросы тоже. Мы также выяснили, что в случае насилия, физического насилия, которое происходит на улице, нападение, ограбление, зачастую люди, которые становятся свидетелями преступления, они никак не вмешиваются. Они не звонят в милицию, они не пытаются злоумышленника остановить. Это тоже говорит о нашей гражданской ответственности. Безусловно, нам нужно менять отношения наши. Правопорядок – это не только задача милиции. Правопорядок – это задача и моя, и твоя, и всех в нашей стране. Это дело общее. Вот пока такого понимания нет, но мы знаем, что сейчас набирает обороты такого понятия, как со-безопасность. И мы видим, что в ряде муниципалитетов Кыргызстана все чаще и чаще люди задумываются о том, что бы они могли сделать для того, чтобы безопасность была в их селе и в их городе. То есть это движение идет, но я думаю, оно будет со временем набираться, это обороты. Когда уже будет второй показатель, уже мы можем сравнивать. Уважаемые сотрудники милиции, первый раз было вот так. Второй раз уже вы лучше работаете или наоборот хуже показатель. Надо улучшать. И это, конечно, в первую очередь нужно не для самих сотрудников, а для тех людей, которые этот процесс контролируют, мониторят. Самое главное – показать проблемные точки, на которые необходимо быть вместе. Правительству, МВД, парламенту и гражданскому обществу. Именно так было представлено это исследование. Но, к сожалению, многие должностные лица, когда они увидели результаты, они посчитали, что они направлены именно на критику. К сожалению, некоторые должностные лица закрылись из-за того, что они получили такие результаты. Но мы делаем все сейчас от нас возможное для того, чтобы помочь на основе нашего исследования МВД разработать меры о том, каким образом сделать свою работу ближе к населению, в том числе к потерпевшей стороне от поступления. На самом деле, сотрудник правоохранительного органа никогда не выйдет и не спросит у человека, «Ты доверяешь мне или нет?» Вот посредственно именно такого исследования можно довести до этих органов. Вопрос о том, а насколько доверие или насколько уровень воспринятия к органам милиции есть у населения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА